Сон подарит вновь мне твою любовь. Нежный сон ночной встреча вновь с тобой. Сон любви мираж, смелых звезд кураж. Вновь меня зовет свой ночной полет. Здравствуйте, мои дорогие! Я не исчезла. Это не магический мой фокус. Это сны о подарках. Мне из Италии пришла посылка от моей клиентки. Сейчас я буду открывать, и мы с вами будем рассматривать сны о подарках. То есть подарки – это не обязательно то, что вам дарят. Вы можете во сне сами себе покупать. И хочу вам сказать так, ножницы сыну в школу отдала большие, мне остались маникюрные. Моя клиентка Оксана из Италии. Посылка шла из Италии до Львова. Со Львова ко мне в Киев. Я ей помогла. Помогла с одним мужчиной. От нее ушел любимый мужчина к другой женщине. Я помогла ей его вернуть. Совместными усилиями с моей подругой Татьяной. Она целительница. На мужчине был жесткий приворот. Также отворот от моей клиентки. И мы добились нужного результата. Вот она мне в благодарность прислала такую посылку. Сейчас будем открывать. Также я Оксане помогаю как психолог. Даю ей рекомендации психологически, как себя правильно вести с мужчиной, чтобы достичь нужного результата. Итак, что мы имеем в подарках? Так, итальянские макароны. Макароны, если вам снятся во сне, макароны делаются из муки. А мука – это мука. То есть, если вы во сне видели хлебобулочные изделия, в частности, макароны, это означает, что вы будете из-за чего-то мучиться, переживать. Так, вот такие сладости кукурузные. Ну, кукурузные вообще любые сладости, кроме печеных. Хлеб – это печаль. Булочки – печаль печеная. Ну, а такие любые другие сладости, конфеты, вот как вот эти кукурузные. Да, я надеюсь, кукурузные что-то такое еще, но не пойму. Оно снится к сладкой жизни. Так, что здесь еще? Ага, вот и кексик, да, запеченый. Это печаль. Все, печеная снится к печали. Так, здесь что-то такое интересное, непонятное. Майонез, ну, какой-то очень интересный. У нас такого нет. Это, скорее всего, наверное, какая-то вот добавка. Соус такой, да, вот. Ну, типа, да, как у нас майонез. Это тоже такой итальянский майонез. Так, смотрим. Это что-то с грибами связанное. Суп, наверное, грибной или даже... А, это такие макарончики с добавками грибными. Ну, в принципе, да, это тоже снится каким-то мучением, переживанием. То есть, на самом деле, как-то классно, да? Так, вот, внимание, рыба. Живая рыба снится к беременности, либо к прибыли. Если рыба вам снится вот в таких консервах, то прибыль немножечко откладывается. Прибыль будет позже. То есть, она прибыль пока законсервирована. Дальше, так, это тоже типа макарончики. Это с сыром. А вот сыр, если вам снятся макароны с сыром, сыр вообще это прибыль. А если вам приснились макароны с сыром, это значит, что не печальтесь, не тревожьтесь. Прибыль вы все равно получите. Так, ну вот, макароны посмотрели. Чай. Ну, чай – это хорошее здоровье. Вода, если снится, чистая вода. Красивый чай, ароматный. Особенно ароматы приятные снятся к хорошим новостям. Так, вот какие-то кубики бульонные. Кнор у нас когда-то одно время такие были. Ну, это снится, я бы сказала, тоже каким-то хорошим новостям. Дальше. Это, наверное, кетчуп такой. Кетчуп. А вот смотрите, кетчуп из помидора. Вообще, если вам снятся помидоры, это означает, что вы будете испытывать стыд. И все помидорное, борщ, кетчупы, это значит, вам за какие-то свои поступки будет очень стыдно. Ананасы. Любые фрукты снятся к слезам. Но если вот такие ананасы вам приснились, или какие-то там варенья, да, слезы будут пустыми. То есть поплачете, может быть, от радости поплачете, либо поплачете, а потом смеяться скоро будете. О, Оксана, спасибо тебе. Кофе, кофе, кофе. Супер. Я обожаю кофе, особенно итальянский. Ну, кофе, как я сказала, как чай. Это хорошие новости, это хорошее здоровье. Спасибо тебе, Оксаночка, большое. Буду пробовать. Всей своей семьей, так скажем, будем наслаждаться. У меня сын очень безумно любит ананасы. Вот. И хочу вам сказать, мои дорогие, что сейчас будет вторая часть «Снов о подарках». Внимание на экран. Мороженое, как и любой молочный продукт, снится к деньгам, к прибыли. Когда вам снится, что вам дарят какую-то вещь, там, платье, шубку, кофточку, вы это примеряете, вам это безумно нравится, это означает получение хороших новостей. Да, кстати, даже если вы сами себе решили такую сделать подарок, да почему бы и нет. А если вы на себя еще и в зеркало смотритесь в этих обновках, то я вас поздравляю, ваша жизнь скоро изменится. Смотреться в зеркало означает перемена в жизни. Машина. Да, мало ли кто мечтал о таком подарке и увидеть себе такой подарок во сне. Ого-го. Но, уверяю вас, увидеть машину во сне означает мошенничество. Кто-то вас намеренно может обмануть. Игрушки. Куклы. Мишки. И другие игрушки, особенно мягкие, такие пушистые, классные, снятся к дороге. Вы куда-то неожиданно поедете, и дорога вам это доставит массу удовольствия. Крестик. Золотой, серебряный, либо простой. Когда вы получаете такой подарок с удовольствием, либо вы покупаете сами себе. Ну, да, во сне это хороший подарок, но на самом деле означает испытание. Потому что крест это испытание. Нужно будет нести свой крест, то, что вам предначертано судьбой. Никому не удавалось испытание проходить с удовольствием. Вам нужно будет принять какую-то ситуацию, с которой вы не совсем согласны. И просто с этим прожить. Брошь. Снится к похвале. Вас за что-то будут хвалить. А возможно, еще вас ждет повышение по карьерной лестнице. Брошь ассоциируется с медалью. Вот в реальности, да, медаль дают за что-то. За отвагу, за какой-то хороший поступок. Так и брошь к во сне снится к поощрению. Браслет. Вот такое украшение, подарок, браслет. Снится к тому, что вы будете чем-то связаны. Зависимость у вас будет от какой-то ситуации или от какого-то человека. Вот браслет ассоциируется с наручниками. Какая-то зависимость ваша от какой-то конкретной ситуации. Сейчас я предлагаю рассмотреть сны о подарках в той передаче, в которой я принимала участие. Телеканал СТБ, тележурнал «Все буде добре». Смотрите, такая вот Валентинка. Ой, какая красивая. Если во сне вы получаете Валентинку или любую другую записку, это означает, что кто-то в вас влюблен. Валентинка от знакомого мужчины, вот именно вот тот, кто приснился, означает, что вас любят. Если от незнакомого, то у вас есть тайный поклонник. Далее, давайте рассмотрим такие сны, как украшения. Многие думают, вот, приснилось украшение, это так замечательно, это так романтично. А что нет? Давайте глянем на эту цепочку. Красивая цепочка, да? Золотая. Да. На что похоже? На цепочку. Вот так. На золотую цепочку. А вот так? На петлю! Петля. Цепочка аж смыкается, видите? Да. Мы одели на себя, застегнули, и все. И подсознательно оно воспринимается как то, что у вас возникнет ситуация, из которой вы не найдете выхода. Колечко. Колечко. На память колечко. А что оно означает? Если это колечко обручальное, это означает, что скоро вам могут предложить выйти замуж. Если колечко не обручальное, то знайте, что в личной жизни вы одиноки точно не будете. Кстати, был случай моей клиентки. Она была в разводе со своим мужем, и с ней со сон, что она берет свое обручальное кольцо, которое где-то там она уже не помнит, где положила, и надевает себе на палец. В течение пары говорит, Наталья, ты представляешь, что начал муж ко мне звонить, приглашает на свидание, говорю, что с ним случилось? Я говорю, а ты помнишь свой сон, когда тебе кольцо ты надевала? Она, ну да, ну как-то странно. Ну и что вы думаете, вот с тех пор прошел год, и они снова поженились, вот все нормально, ждут ребенка. То есть сон оказался вещем практически, да? А если сережки, а не кольцо? А сережки снятся к счастью. Это если дарят или если носишь сережки? И носишь, и дарят, да. Ну это парность, как минимум. И вот такой у нас есть букетик цветов. О, какой красивый. Если вам снится, что вам дарит мужчина букет цветов, даже если у вас с ним нет романтических отношений, просто знакомый друг, это означает, что в скором времени он начнет за вами ухаживать и, возможно, признается в любви. Если же снится, что вам их дарит незнакомый мужчина, означает, что у вас будет поклонник, который вас полюбит, у вас будет все хорошо. Ну, главное, что ты, конечно, были живыми, да? Ну, понимаю. Есть же одноватые поклонники, которые впрок дарят. Знаешь, один букет навсегда. И поливать не надо. А мои появлялись без предупреждения во сне. Вот коварные, да? Нет, чтобы побольше приятного. Сперва во сне букет подарил, потом в жизни материализовался. Нет, сваливались, как снег на голову, а сны не снились. Это что значит? Я не романтичная? Нет, Надежда, тебе снили сны, просто ты не запомнила. То есть склероз? Да, не склероз, просто из-за плотного графика работы, возможно, как мы вскакиваем. Просыпаемся, вскочили, все, оделись, выбежали там. А нужно проснуться, пять минут полежать, закрыть глаза, вспомнить сны, сны вспомниться. Обязательно. Здорово. А теперь буду это практиковать. Если мужчина во сне дарит шоколадку, это намек на то, что с этим мужчиной будет сладко в жизни. Или конфету. Да. А если борщ подарит? Будет сыто. Будет сыто, да. Я желаю вам, чтобы подарки вам дарили не только во сне, и на юге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова